Эти люди потратили деньги, взяли кредиты, но так и не смогли отметить новоселье в доме на улице Красносельский проезд. Терпение у дольщиков на исходе. Среди тех, кто регулярно обивает пороги компании-застройщика, Ольга Рожанкова. Деньги за двушку она внесла еще в ноябре 2017 года, но все еще ютится с семьей в съемной квартире. С семьей мы живем сейчас, приходится вынужденно снимать квартиру, оплачивать ипотеку еще. Это очень накладно, это большая часть нашего дохода составляет. Ну так же, как и все, надеялись на лучшее, понимаете. Похожи ситуации десятки семей. Сдать дом номер 6 на улице Красносельский проезд застройщик должен был еще в конце 2017 года. По словам дольщиков, сроки сдачи постоянно отодвигались. Телефон компании, как и сайт, сейчас недоступны. Диалог с организацией у дольщиков не получается. Они нам, как обещали, что в апреле месяце уже будет сдача дома. Мы, как говорится, уже понадеялись на это, на все. Я туда им ходила, звонила, но потом сроки все отодвигались, отодвигались. У них какие-то договорки все были. Я ходил в департамент архитектуры и строительства Владимирской области, узнавал по поводу данного застройщика. Они говорят, что тоже найти его не могут, что кто-то как-то через пятые руки и друг застройщика передавал информацию, что вроде как он достроит до конца, к концу декабря этого года. Попасть внутрь дома сейчас невозможно. Двери в подъезд закрыты. Но, по словам одного из дольщиков, Ильи Пичугина, несколько месяцев назад ему удалось проникнуть внутрь. Он рассказывает, что квартира уже отделана, но состояние подъезда оставляет желать лучшего. Сколько людям еще ждать? С этим вопросом мы обратились к представителю компании застройщика, который все же приехал на встречу с недовольными дольщиками. Были определенные недочеты перед госстроенадзором. Госнадзор в ноябре месяца 25-го указал, эти недочеты практически исправили. И на следующей неделе будут поданы эти недостатки, исправленные, соответственно. И ждем получения положительного заключения о строительстве. С вопросом о том, когда жилой дом будет введен в эксплуатацию, звоним в инспекцию государственного строительного надзора. Сначала нам дают понять, что ответить не готовы и просят перезвонить. Потом выясняется, что замначальника инспекции Елена Пронина могла бы дать нам интервью, но только после разрешения Комитета общественных связей и СМИ администрации области. Елена Анатольевна сейчас занята. Когда можно будет позвонить, чтобы получить комментарии определенные? Не могу вам сказать точно. Но сегодня это вообще будет, возможно. Вообще у нас как бы комментарии все через Комитет общественных связей. Пытаемся дозвониться до председателя Комитета общественных связей и СМИ Ольги Петровой. Но Ольга Александровна, видимо, предпочитает общаться с представителями СМИ только через официальные запросы. Как вас представить? Корреспондент 6-го канала Алексей Домнина. Хорошо. К сожалению, она сейчас не может вам ответить. Напишите нам, пожалуйста, запрос письменный. И только Департамент строительства и архитектуры Владимирской области смог нам сегодня предоставить ответ. На сегодняшний момент заключение о соответствии построенного объекта требованием проектной документации инспекции госстроенадзора не выдавалось. На 10 декабря 2018 года в Департамент заявление о вводе объекта в эксплуатацию не направлялось. Вместе с тем в Департаменте уточнили, что проверки по этому дому не проводились, поскольку не поступало соответствующих заявлений и обращений от граждан. А пока представитель СМИ с трудом получает ответы на вопрос, жителям только остается ждать и верить, что дольщики для власти не пустой звук. Алексей Домнин, Егор Хребко, 6 канал.